Все используют семена мятлик, полевица, овсяница. Здесь не используют такие семена. Мятлик обычно высаживают, где более солнечное место. Овсяница у нас идет там, где какие-то теневые места лучше переносит. Вообще делают смесь из этих трав. Здесь в более жарких странах свои смеси семян применяют, потому что нет заморозков как таковых. У них очень хорошая всхожесть, очень быструю густую зелень дает. Это трулонный газон. Семена травы африканские, Уганда называется. Нам нужно уложить его как можно быстрее и пролить затем, после укладки, в течение трех дней обильный полив. До луж даже такой полив делаем. Когда вы газон стелите, первые две недели желательно его не использовать, не эксплуатировать, не бегать на нем, не прыгать. Потому что ему нужно прижиться, ему нужно пустить корни в тот слой плодородной земли, который ниже идет, чтобы зацепиться. Мне нравится такой уже запах от газона, от травы, от газона. Все такое натуральное. Уже хочется быстрее раскатать и уложить красиво, чтобы можно. Это, конечно, большое удовольствие и большое браво, хочу сказать, тем, кто придумал вообще эту идею с газонами выращивать и продавать. Рулонный газон, конечно, пользуется большим спросом. Да, вы платите за него, но вы результат видите сразу же. Если вы самостоятельно решите сеять газон, то вам лучше приобрести такую специальную машину, которая будет равномерно укладывать. Здесь уже все равномерно. Все уже посеяли за вас, вырастили за вас специальной техникой, специальной машиной. Срезали вот этот вот пласт. Все для вашего удовольствия, для красоты на ваших участках. Посевной газон, конечно, там идет подбор трав, которые в вашем климате хорошо подходят вашему климату. Ну и рулонный газон тоже подбирается. Таким образом, более зимостойкие сорта в России продаются. Наша задача сейчас очень достаточно быстро закончить работу с землей, разровнять все, уплотнить и затем уже начать работу с газоном. Потому что солнце очень жаркое, у нас здесь до 50 градусов доходит температура. И чтобы газон не пересох, чтобы он сохранил все свои вот эту вот живость. Первую стрижку желательно проводить спустя 2 недели и не более чем на 5 сантиметров. Стрегите, чтобы не испортить газон. Конечно, за газоном нужен уход, полив это в первую очередь. Так как мы уже провели обработку от сорняков здесь, на этом участке. И рулонный газон, он лучше ведет себя, лучше сдерживает вот это появление сорняков. Поэтому я думаю, что длительное время обработка от сорняков не понадобится. У нас есть на территории здесь небольшой уклон. Поэтому заболачивание, выпривание газона здесь не будет такой проблемы. Для чего еще землю завезли? Там, где мы собирались стелить газон, вот такая ямка. И в этой ямке скапливалась бы вода от полива. И газон мог бы выпривать. Особенно там в зимнее время, когда здесь сильные дожди идут. Чтобы избавиться от этого, либо нужно дренаж, чтобы не было вот этой вот проблемы впоследствии. Нужен либо дренаж, либо небольшой уклон, естественно, оставили. Чуть-чуть небольшой уклон. Чем больше площадь территории, которую вы решили загазонить, положить либо рулонный газон, либо посевной, тем сложнее за ним ухаживать. Подстрижку, как я уже говорила, триммером не рекомендую. Вы испортите свой газон. Подстригать нужно специальными газонокосилками. Есть специальная функция, как ремонт газонов. После зимнего периода вы смотрите свою территорию, просматриваете. Во-первых, газон любят, когда его прочесывают после зимы. То есть всю вот эту вот старенькую травку прочесываете, убираете обычными граблями. Если есть какие-то проплешины, то вы досеиваете в это место, сразу же определяете. А проплешины получаются по нескольким причинам. Основная причина проплешин – это вымерзание газона. В России это очень частое явление. В период осени, осень, зима, весна, если образуется ледяная горка, то это купительно для газона. То есть вам нужно обязательно вот эти вот места все открыть, иначе сам газон испортится. Есть специальные удобрения для газонов. Смотрите, не перебарщивайте с удобрением, иначе как раз-таки перенасыщенность удобрений тоже может привести к образованию вот этих кочек, которые некрасиво смотрятся на ровном газоне, неэстетично. Если получилась такая кочка, как от нее избавиться? То есть вы смотрите в центр, разрубаете эту кочку крестиком и вынимаете. У газона есть еще вредители. Сразу хочу про них рассказать. В России номер один – это кроты. От кротов ставят специальные системы, которые отпугивают кротов, мышей, какая-то система с ультразвуком. Если вы такой системой не хотите пользоваться, тогда вам при укладке газона, вот на стаде, перед тем, как мы засыпали землю сейчас, сразу предупрежу, здесь у нас кротов нет, не водятся кроты, поэтому мы этот пункт упускаем здесь, убираем за ненадобностью. В России нужно такую сетку прокладывать, и сетку, когда вы прокладываете, сверху насыпаете землю, и сверху уже кладете газон. Так вот, под эту сетку аккуратнее, когда вы ее кладете, вы должны краешки загнуть, то есть они краешки должны у вас, то есть там получается сантиметров где-то 10-15, да, вот этого всего пространства до этой сетки. И если вы сетку края не загнете, то у вас как раз таки крот в эти 10-15 сантиметров спокойно и попадает. То есть вы функцию защиты от кротов не выполните таким образом, если вот эти края сетки не выведите наверх, со всех сторон желательно, то есть если у вас, чтобы по периметру он не смог зайти. Еще какие вредители могут быть у газона? Это домашние животные, то есть если у вас кошечки, собачки в свободном выгуле, то я извиняюсь за подробности. Когда кошечки, собачки ходят в туалет, тогда это получается химический ожог. И что вредно и для газона, это сразу же желтым пятном трава пойдет, вы увидите сразу же, что вредно и для хвойников, вот куда они сделали свои дела, вот там вы сможете обнаружить. Поэтому если у вас есть ваш любимец, питомец, ваше домашнее животное, лучше для него делать отдельный вольер, если позволяет, конечно, у вас территория. Это будет как полезно и для питомца, он будет счастлив, что у него есть свое место для выгула. И точно так же для вас, да, вы все свои растения, растения и цветы, и газоны, вы предотвратите от неприятностей, потому что потом это, конечно же, нужно воссоздавать все. По партерному газону вообще не бегать, не ходить нельзя, он только для красоты. Он быстро вытаптывается и теряет свою прелесть, всю свою красоту. Он только для любования, в каких-то эксклюзивных зонах вы можете. Он очень красивая, травка очень мягкая, нежная, то есть она не предусмотрена для того, чтобы по ней ходили, чтобы ее топтали. Мавританский газон, это отдельная тема, там луковичные в основном присутствуют. Он очень красивый, он очень красиво, особенно смотрится на больших территориях. Это так естественно, так мило, тоже им только любоваться. Он, плюсы у него какие, он не стрижется. Вот вы его как посадили, так он из года в год вас радует своей красотой, цветочками. Такой получается легкий, такой пейзажный стиль натуральный, если использовать мавританский газон. Очень часто его используют, но лучше он смотрится, как я уже сказала, на больших территориях. Но вы можете вполне поэкспериментировать у себя, если хочется иметь такой кусочек натуральной природы, где-то и на своем участке. Для спортивных игровых площадок лучше всего подходит смесь, опять-таки, смесь трав. То есть вы когда газон покупаете, вы покупаете даже рулонный газон, вы уточняете, какие травы входят в состав. И в первую очередь тоже продавец, в принципе, спрашивает, какое использование, какая цель, где вы собираетесь этот газон у себя постелить, потому что от этого уже наполнение разное. На какой-то территории, где у вас, допустим, спортивная площадка или детская, вы сделаете спортивный газон, который будет устойчив к истаптыванию, к нагрузкам, где вы, может быть, будете отдыхать, сидеть, любоваться, можете мавританский кусочек воспроизвести, либо партерный. Желаю вам приятного отдыха, приятного загазонивания. Радуйтесь сами и радуйте ваше окружение. Создавайте красоту. С вами была Георгиевская Татьяна. И до новых встреч на канале Тати Гео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»